В торжественном заседании приняли участие парламентские делегации стран-участниц Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе со спикерами, а также представители международных организаций. Главы парламентов подвели итоги работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рассмотрели ряд вопросов. Председатель Милимежлиса Саиба Гафарова выступила на юбилейном заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. Вначале спикер зачитала обращение президента Азербайджана Лиха Малиева к участникам мероприятия. Затем, выступая по обсуждаемой теме, Саиба Гафарова довела до внимания, что Межпарламентская Ассамблея представляет благоприятную площадку для обмена опытом законодательной деятельности в политической, правовой, экономической, гуманитарной и других сферах. Спикер также проинформировала о новых реалиях, возникших на Южном Кавказе, в результате освобождения Азербайджаном территорий от армянской оккупации. Она сообщила, что послевоенный период создал новые перспективы для мира и сотрудничества в регионе. С учетом участия в заседании спикера армянского парламента Алена Симоняна, Саиба Гафарова напомнила, что мы до сих пор ждем от Армении ответа о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Естественно, Симонян, который на это не смог ничего ответить, стал утверждать, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня. Руководитель же Азербайджанского парламента довела до сведения, что утверждение армянского спикера не соответствует действительности. Министерство обороны Азербайджанской республики уже заявляло, что в Карабахе, которая является суверенной территорией Азербайджана, на пунктах проводится уточнение позиций и дислокации. Но, несмотря на это, утром 26 марта этого года члены незаконных армянских вооруженных формирований, которые незаконно проникли на суверенную территорию Азербайджана, они предприняли попытку совершить очередную диверсию против подразделения азербайджанской армии. И, конечно же, в результате замедлительных мер наших вооруженных сил члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить. Председатель МИМЕДЖИС еще раз отметил, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Однако до сих пор не выполнен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Поэтому нарушающим положение заявлений является именно Армения, а не Азербайджан. Саи Багафарова также напомнил, что Азербайджан направил в Армению документ, состоящий из пяти пунктов о нормализации отношений и ожидает ответа от противоположной стороны. Председатель парламента Армении официально заявил, что для Еревана эти пять пунктов приемлемы. Считаем, что если добавить некоторые аспекты, мы можем начать осуществление этой работы, сказал Ален Симонян. Продолжение следует...